Российские оккупанты убили в Мариуполе около 87 тысяч человек. Почему 100 тысяч? Потому что по данным Ильичевского морга на несколько дней назад было задокументировано погибших в Мариуполе 87 тысяч. Есть еще база данных по неопознанным. Неизвестные тела мирных жителей перекапывают в братских могилах. По состоянию на сегодняшний день таких людей было 26 тысяч 750 человек. Николай Осеченко, президент Мариупольского телевидения. Город находился под постоянными обстрелами с первого дня войны. Люди оказывались под завалами собственных домов. Прилет по частному сектору. Выходить из города было невозможно. 5 марта украинские власти договорились о зеленом коридоре. На эвакуацию выделили 136 автобусов. Первый зеленый коридор закончился прицельным ударом в день, в точку, в час эвакуации. Градами по точке эвакуации с российской стороной в 12 часов дня. 6 числа должна была быть изменена эвакуационный коридор. Он должен был проходить в направлении Мелекина. Это было требование российской стороны. В тот момент, когда гарнизу Мариуполя разминировал въезд в город, для того, чтобы проехал эвакуационный автобус, туда моментально начали врываться российские танки. Началось вступление на город. Тогда их был, собственно, уничтожен на крае черемушки. В Мариуполе был настоящий ад. Люди не успевали хоронить своих родных и близких. Соседи под пулями выкапывали могилы на детских площадках рядом с домом. Эти люди не только на балконах, которых мы никогда не узнаем. Там дома разрушились, дома сгорели. А еще есть люди, которые закапывали просто во дворе. Вот мой дворный брат погиб, его закопали во дворе. А 16 марта оккупационные войска скинули сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Театр являлся укрытием для больше тысячи мирных жителей. Огромный плакат «Дети» не остановил русский мир. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятали в драмтеатре. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей. По данным Associated Press, в результате удара погибло 600 украинцев. Вот этот самолет, он не прекращал. Он летал. Он летал, он кружил, он кружил. Его не видно было. Бои продолжались. Город технично уничтожали день за днем. Последним бастионом был Азов Сталь, который сражался с Триколором вплоть до 20 мая. Сегодня город 100 дней под полной оккупацией. Из 450 тысяч мариупоэзов в городе проживает около 130. Точнее, не проживает, а выживает. Инфраструктура города уничтожена на 90%. Нет света, газа, центрального водоснабжения. Вот так в город пришел освободительский русский мир. Можно много чего рассказывать. Но не увидев это, лучше один раз, как говорится, увидеть, чем тысячу раз услышать. Когда ты один раз это увидишь, ты поймешь, что каждый из нас пережил. Медицинская система в городе парализована. Фермеров заставляют передавать весь урожай торговому дому ДНР. Отбирают у граждан земельные участки, лишают права собственности на недвижимость. Российские оккупанты удерживают в фильтрационных центрах более 10 тысяч жителей Мариуполя. Это госслужащие и муниципальные работники. Оккупанты брали их под арест и подвергали пыткам. Мэр города Вадим Бойченко. И сегодня активно заметают следы своих кровавых злодеяний. Так 29 августа объявили о реконструкции театра, чтобы скрыть доказательства убийства. Пишут, неделю кукуем, сидим, сложа лапки. Эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов – театр. Там надо хлорку и только потом бетон. Если просто лить бетон на трупы, вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона. Когда находим скопление, велят шум не поднимать. Трупы не вытаскивать, а тихо бетонировать. Александр Невзоров, журналист. Но советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уверяет, трагедия, которая произошла в Мариуполе, действительно устрашающая. Но цифра 87 тысяч надумана. Данных таких нет, доступа к ним, поверьте. Можете поверить, доступа к ним абсолютно нет. Потому что там работают россияне, все учетные данные плотно закрыты, там брожируют ФСБ постоянно. Поэтому сам источник очень странный немножко. К сожалению, под этой эмоциональностью нет расчетов. И останавливается на официальных цифрах 22-25 тысяч убитых. Если ширину, траншеи, длину мы можем оценить, то глубину со спутника оценить невозможно. Поэтому она может быть глубже или может быть не глубже. И от этого цифра может стоять 22 тысячи, превратиться условно в 30 тысяч, а может опуститься до 19 тысяч. Ну, к примеру. Самые большие завалы, под которыми находились люди, то есть вот те самые могильники, где было 100 людей, там 150 людей, 80 людей, 30 людей, они уже в городе разорваны на сегодняшний день. И просит не хайповать на непроверенной информации, а после недлительной паузы констатирует. Глобально, что ужаснее 80, чем 22? Ну, нет. Размах этого преступления, он до такой степени огромен, что какая бы цифра ни была, дальше она ужасна. А возвращаясь к цифре 22 тысячи, мы же понимаем, что из 22 тысяч в городе Мариуполе погибло не менее 10% детей. А это значит, мы говорим примерно о 2000х детей, которые погибли в городе Мариуполе. Украинские власти пытались спасти каждого мирного жителя. С первого дня были запущены поезда. Три эвакуационных поезда уже пустые. Реальность возникает такая, что люди не хотели эвакуироваться. Все думали, скорее всего, ожидали, что это будет 2014 год. Ну, постреляют по Украине, войдут, поменяется флаг, будем смотреть, что дальше с этим делать, будем чинить опер внутри города, будем бороться с оккупантами тут и так далее, и так далее. Никто не ожидал, что город сотрут в пыль. Мариупольцы не могли поверить, даже живя рядом с фронтовой линией 8 лет, что вот так просто можно прийти в чужой дом с лозунгом «Спасаем русский мир» и разрушить все, убить всех, не жалея даже детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова